Спортивный зал в микрорайоне «Онтустык» в простонародье Чапаевка впервые распахнул свои двери в ноябре 2014 года. Незадолго до этого жители обратились к владельцу крупного предприятия, расположенного на территории микрорайона, и по совместительству депутату областного маслехата Бахараму Абдукаримову с просьбой помочь отремонтировать заброшенное здание на территории средней школы номер 34. Депутат не только его отремонтировал, но и оснастил всем необходимым инвентарем, и две сотни мальчишек и девчонок микрорайона начали заниматься в секциях бокса, вольной борьбы и кикбоксинга. А еще бизнесмен решил, что дети будут заниматься бесплатно. Зарплату тренерам платил из своего кармана. В 2015 году на мероприятии по поводу официального открытия спортзала вместе с меценатом присутствовали и чиновники. Ну а перерезать ленточку доверили на тот момент заместителю Акима Шимкента, долгое время курировавшему вопросы идеологии Бахадыру Нарымбетову. Главное в том, что депутат областного маслехата Абдукаримов выполнил одно из своих обещаний перед своими избирателями. То, что он говорил, что построит на месте развалившегося здания спортивную секцию для детей. И он выполнил свое обещание. Но спустя два года выяснилось, что зал подлежит сносу, потому что якобы аварийный. Кто приходил, кто спрашивал, кто вообще, какую экспертизу проводил, просто интересно на этого человека даже посмотреть. Просто если человек понимающий в строительстве, хотя бы маломальский, он понимает, просто даже вот эту маленькую школу разобрать не могут. Советского Союза они ее сломать не могут. Маленькая школа. Я не говорю про это здание. Тут стены вон метровые. Я не знаю, что за люди такие. Вся молодежь бесплатно занимается. Мы хотели получить комментарий в отделе образования, но там нам рекомендовали обратиться в отдел строительства. В отделе строительства сначала пообещали прокомментировать ситуацию, но потом в трубке мы услышали только длинные гудки. Тем не менее, мы намерены узнать, кто выдал заключение об аварийности здания и что по генплану на самом деле должно быть на его месте. А пока дети обращаются к взрослым, занимающим высокие посты с единственной просьбой. Оставьте наш зал! Видимо, работа дворовых клубов и бесплатных внешкольных секций у нас в Шимкенте поставлена на столь высокий уровень, что этот зал нам не нужен совсем. И заодно и дети, которые в нем занимаются.